Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Привет, Ксюша. В Кирове обсуждают необычное ДТП, которое произошло сегодня в центре города. В 9.20 утра на улице Молодой Гвардии женщина на Тойоте врезалась в забор детского сада. Как сообщили в ОМВД по Кировской области, по данному факту уже проводится проверка. Как выяснилось, автоледи двигалась по улице со стороны Дериндяева и не справилась с управлением. К счастью, в момент аварии детей в детском саду не было. В результате происшествия никто не пострадал. Между тем, автомобилисты обсуждают возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права. Ранее руководство госавтоинспекции заявило о намерении объединить в единый водительский экзамен две практические части – площадку и город. По задумке, нововведение позволит будущим водителям лучше ориентироваться в транспортном потоке. Своё мнение по этому поводу сегодня высказал и председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Он заявил, что не видит проблем в этом решении. В жизни так и происходит, говорит Пахмелкин. Человек трогается с места и выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то манёвры и всё это в городе. Поэтому такая методика вполне корректна. Добавлю, что нововведения ждут и процесс регистрации транспортных средств. В частности, планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут. Тут владелец транспортного средства будет сам выбирать буквенно цифровое обозначение, которое ему нравится. Избиение школьницы в Сыктывкаре, которая ещё вчера наделала много шума в интернете, оказалось постановкой. На кадрах три 15-летней девушки избивают одноклассницу, пинают ногами и таскают за волосы. Как сообщили сегодня в Следственном комитете республики, никаких телесных повреждений на теле пострадавшей девочки не обнаружено. Позже и сама школьница заявила, что драки не было. Тем не менее, расследование инцидента продолжается. Подростка отправили для детального прохождения судебно-медицинского обследования. Жители Турции публикуют в сети всё новые кадры землетрясения, которое произошло в стране минувшей ночью. Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в турецкой провинции Адьяман. В результате пострадали около 40 человек. 35 из них госпитализированы. В основном пострадавшие получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. По данным премьер-министра страны, в результате землетрясения было повреждено несколько зданий. Материальный ущерб пока подсчитывается. Интернет пользователей умилил кот, покупающий в магазине мясо. Действие ролика происходит в Турции, где, как известно, особое отношение к кошкам. Причём настроение этому видео придаёт даже не сам хвостатый, а продавец. Мужчина серьёзно ведёт диалог с пушистым покупателем, предлагая ему на выбор разные виды мяса. В итоге требовательный кот всё-таки получил заветный кусочек деликатеса. У меня на этом всё. Ксюша.